Доброе утро, уважаемый Сергей Николаевич, уважаемые коллеги, Андрей Владимирович. Спасибо большое за приглашение на этот замечательный форум. С большим удовольствием мы его посещаем. И сегодня хотелось бы поговорить о такой проблеме, как лучевая терапия в лечении гриобластомы. Как известно, гриобластома — это опухоль, которая происходит из нейральных стволовых клеток и гляньях клеток-путешественников, которые характеризуются высокой методической активностью и склонностью к некрозам. Гриобластома составляет примерно 15% от всех опухолей центральной нервной системы и около 50% от всех злокачественных опухолей головного мозга. К сожалению, средняя продолжительность жизни с момента постановки диагноза всего лишь около 18 месяцев, а пятилетняя общая выживаемость редко превышает 10%. Почему же гриобластома является такой высоко злокачественной опухолью? Как стало не так давно известно, имеются в строме опухоли стволовые клетки глиомы, которые играют существенную роль в агрессивности гриобластомы. Они обладают способностью к асимметричному отделению, к эффективной репарации ДНК, обуславливающей устойчивость к организирующему воздействию и повышенной экспрессии ряда генов, транспортеров, которые способствуют выбросу лекарственных средств из клетки, которые обуславливают устойчивость к химиотерапии. На настоящий момент существует три из всем известных стандартных методов лечения. Это хирургическая, лучевая терапия и химиотерапия, которая включает в себя все виды лекарственного воздействия. Здесь представлены наиболее характерные молекулярно-генетические маркеры гриобластомы. В столбике справа представлены первичные гриобластомы, такие мутации, как ТЕРТ, ТП-53, метилирование гена МГМТ, что особенно важно при определении прогноза для пациентов. По стандартным методам лечения пациенты подразделяются в зависимости от возраста до 70, более 70, статуса общего состояния и метилирование гена МГМТ, метилированным или не метилированным. И в стандартных методах лечения мы видим стандартный курс лучевой терапии, хирургическое лечение с последующим стандартным курсом лучевой терапии, с одновременным или последовательными курсами тимозоламида. При развитии рецидива гриобластомы также необходимо определить диффузный или мультифокусный или локальный рецидив, локальный, резектабельный или нерезектабельный, и, соответственно, определиться с методами лечения. Здесь, что для нас очень важно, это возможность применения повторного курса лучевой терапии, появилась стандарта. И сегодня я хотел бы поговорить о таких альтернативных методах лучевой терапии, как терапия ионами углерода, боронейтронозахватная, быстрые нейтроны, то есть плотно инвизирующее излучение. Коллегами было проведено исследование повреждения ионов углерода по сравнению с фотонным излучением. Так, после двухгрейного фотонного излучения радиационно индуцированные фокусы, которые были определены по наличию белка H2AX, который является биомаркером повреждения или функциональным участником восстановления ДНК, при облучении ионами углерода, плотно инвизирующим излучением, фокусы наличия этого белка были более выражены при применении методов флуоресцентной микроскопии. А этот биомаркер является маркером наличия именно двухнительных разрывов ДНК при воздействии ионизирующего излучения. Таким образом, было завершено и проводится в настоящее время несколько исследований по воздействию ионов углерода при гриобластоме. Так исследование с красивым названием Клеопатра, где изучалось буст после фотонного излучения с одновременным тимозоламидом, либо это в первой группе буст ионами углерода 18 грей за 6 фракций, или буст протонным излучением 10 грей за 5 фракций. В настоящее время ожидаются результаты данного исследования. Ещё одним интересным исследованием является также с красивым названием Синдерелла в первой и второй фазе. Это применение ионов углерода при развитии рецидивов гриома в различной степени злокачественности. Также в настоящее время ожидаются результаты этого исследования. И в Шанхайском центре протонной ионной терапии также изучается применение ионов в качестве буста. Другим методом, интересным воздействием на гриобластому, является применение боронейтронозахватной терапии. Этот метод основан на применении пучка нейтронов при введении в организм человека препаратов, содержащих бор. При поглощении клетки бора и воздействии потока нейтронов образуются альфа-частицы, которые имеют сверхкороткий пробег и высоко повреждающий эффект на уровне клетки. Но имеются несколько проблем в данном методе. Это до сих пор неразработанные препараты, которые бы имели максимальную консультацию бора в опухолевой ткани и, по сути, отсутствие в рутинной клинической практике установок для нейтронной терапии. Но однако в Институте имени Буткера в Новосибирске, в частности под руководством Тоскаева Сергея Юрьевича, был разработан ускоритель нового типа, который генерирует поток эпитепловых нейтронов. Вот данный ускоритель находится в Институте имени Буткера. Что примечательно, в этом же каньоне, в этом же зале был собран много лет назад комплекс протонной терапии Владимиром Игоревичем Балакином. А сейчас Сергеевич Тоскаев разрабатывает такую вот установку для нейтронной терапии, которая, возможно, войдёт в рутинную практику. Здесь представлены результаты лечения рецидива анапластической глиомы после хирургического лечения, химия лучевой терапии стандартной, двухлиний химиотерапии. На серии группы В представлен и эффект после борной нейтронозахватной терапии через два месяца. На серии снимков С представлен результат лечения через 10 месяцев после борной нейтронозахватной терапии. Ещё одним методом является лечение с помощью быстрых нейтронов глиобластома. Этот метод достаточно трудоёмок, используются синхротроны высокой мощности. Как правило, это на экспериментальных институтах установки и с выводом клинического пучка. Преимущества также воздействия на гипоксические клетки и подавление репарации сублетальных повреждений. Однако имеются сложности расчёта относительно биологической эффективности. Также в клинической практике отсутствие установок. Так и не определён режим фракционирования, который чётко коррелируется относительно биологической эффективностью. И часто получаются тяжёлые лучевые повреждения. Ещё одним методом потенциально эффективным в лечении глиобластомы является применение интероперационной лучевой терапии, в частности аппарата для интероперационной лучевой терапии интеробин-системы. Проводится исследование, зарегистрировано на данном сайте, и результаты будут доложены. Однако, возможно, это окажет дополнительное воздействие на клетки, которые остаются после, как правило, нерадикального хирургического лечения. Что очень важно, что в последнее время с внедрением высоко прецизионных техник лучевого лечения, таких как протонная терапия в Российской Федерации, это настоящий момент функционирует три центра, возможно применение достаточно рутинно повторных пульсов облучения. Необходима оценка параметров, естественно, предыдущего пульса лучевой терапии, общего состояния пациента, определение объёмов по данным компьютерной томографии, магнитно-резонансной, обязательно предпезитронно-эмиссионной томографии главного мозга, а также выбор метода лучевой терапии и режимов фракционирования. По повторной лучевой терапии проведено достаточно много исследований, вот одно из них, 300 пациентов, различные дозы, и что было показано в этом исследовании, что биологически эффективная доза более 40 грей способна существенно улучшить прогноз. И так, при такой дозе достигнутой медианной выживаемости в 9,7 месяцев, и 1-2-летняя выжимание составило от 1,17% соответственно. В данном исследовании изучалось применение и протонной терапии, сканирующей пучок протонов за различное число фракций, радикальные дозы, были получены биометианной выживаемости 14,2 месяца, при этом, что было отмечено авторами, случаев развития радиомикроза зафиксировано не было. И также в Германии проведён анализ работы по повторному облучению с помощью ионов углерода за 3 года 30 пациентов, рецидивы углевомы 3-4 степени злокачественности, высокие радикальные дозы, объёмы облучения, средний объём СТВ около 52 см, кубических, достаточно большой объём, интервал в среднем около 10 месяцев, медиан наблюдения была получена, у 8 пациентов была заверегистирована токсичность 3-5 степени. Что хочется сказать в заключении? Стандартные методы лечения гриобластома в настоящее время, к сожалению, не позволяют добиться высоких удовлетворительных результатов лечения. Я считаю, и требуется развитие каких-либо альтернативных технологий лечения, а также разработка и внедрение новых схем лекарственной терапии на основе молекулярно-генетических особенностей гриобластомы. Большое спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...